Окей. Так что? Тубе Аф? Да, давай, Тубе Аф, замечательно. Значит, Тубе Аф – это пятнадцатая Ама, как нетрудно догадаться, потому что ТАВ в Аф – численное значение двух букв, как известно, пятнадцать. Оборот мы знаем по Тубе Шват, пятнадцатая Швата. Вот такая странная дата, которую принято называть Днем Любви регулярно в всевозможных популярных попытках изложения. На самом деле все чуть-чуть и проще, и сложнее. Дело в том, что, ну, во-первых, вот то, чего я много раз говорил или не говорил, это не важно. Праздник этот исключительно древний. Он, ну, прилично древнее наших времен, просто он, как бы, в наше время это скорее памятник о празднике. Памятник о празднике. И, по идее, должна быть что-то вроде, ну, я даже не знаю, как что. Значит, происходило, произошла некоторая история, которую просто долго рассказывать. Потому что все начиналось, ну, давайте я просто начну с того, что просто прочту, чтобы было понятно, о чем мы говорим. Это, естественно, Мишна. В трактате Таланит, который вот целиком посвящен постам и всяческим неприятностям, законам поста. Но существует правило о том, что никогда не кончают, ну, то есть не никогда, но не принято кончать трактат Мишны на чем-то неприятном. И если весь трактат там посвящен чему-то не тому, то тогда в конец помещают что-то приятное. В трактате Таланит, так как он посвящен постам, то понятно, что его надо кончить чем-то счастливым. И по этому поводу последняя Мишна трактата как бы полностью отклоняется от темы и говорит следующее. «Сказал Раби Шимон Бен Гамли, не было больших праздников в Израиле, чем 15-е Ава и Йом-Кипух. В них дочери Иерусалима, ну, слово Иерусалим в данном случае, значит, или дочери Израиля, это зависит от версии, какая у нас, выходили в белых одеждах, одолженных у других, чтобы не было стыдно тем, у кого нет. Дочери Израиля, или Иерусалима, выходили водить хороводы в садах, и что они говорили? Парень, подними глаза и посмотри, что ты, кого ты себе выбираешь. Не гляди на красу, а гляди на семью. Обманчиво, прелесть, суетно, красота, жена, боящаяся Господа, прославлено». В первую очередь, что сразу должно прийти на ум, когда начинаешь такое читать, это «Где у нас в Танахе, в Писании, рассказывается о женщинах, которые выходят водить хороводы?» Рассказ такой есть, и это рассказ в конце книги судей, книги Шахтинь. И там история длинная, но она там на две, по-моему, главы простирается, или на три даже. Значит, краткое содержание, что в результате гражданской войны между коленами Израиля и коленом Бенгемина, колены Израиля собрались, остальные, кроме колена Бенгемина, собрались и объявили проклятие, сказал, что они своих дочерей не дадут ни за кого из коленом Бенгемии. Значит, ну и дали такую клятву сгоряча, а потом все-таки прошло какое-то время, и сказали, что как бы истреблять целое колено нехорошо. Те сказали, ну, давайте что-нибудь придумаем. Значит, на что последовало, но мы же поклялись, что не дадим им жены с дочерей нашим, проклятием проклят цехи, кто отдаст дочь в жены Бенгемина. Тогда мудрецы почесали, ну, что там мудрецы чешут, когда у них трудная ситуация, и сказали следующее. Вот приближается ежегодный праздник Всевышнего в Шилово, что рядом с Боэтелем. К востоке, там дальше идет популярное описание дороги, где это самое, и сказали следующее детям колено Бенгемина. Вы пойдите и сядете в засаду в виноградниках. И когда увидите, как выйдут дочери Шилово, значит, Шилово, чтобы было понятно, Шилово находился тогда храм, когда эта история описана, с Киния, после некоторых длинных путешествий в Эрец-Асраэль, ее перенесли в Шилово, поставили там, и она, собственно, стояла практически в том же виде, в каком была пустыне. И шло, ну, тот, кто там был, шло замечательное место. Это такая котловина, где храм стоял заведомо где-то посередине или прижатый к западной стороне котловины, а в результате весь народ, когда праздник нужно было проводить так, чтобы видеть храм, например, Песа, мог разместиться на холмах вокруг, поэтому это огромное, замечательное, естественное место для таких целей. Но это место, оно поблизости к Шаврону. Тот, кто был в Шавроне, вот, знаете, в данном случае, я там был по этому поводу, представляю, как это было, когда. Это страна действительно виноградников, край виноградников, оливковых деревьев, это действительно замечательное место в смысле сельского хозяйства, несравненно лучше, чем иудейское плато в этом отношении. И, значит, и когда выйдут, значит, во время праздника выйдут дочери шло плясать, водить хороводы, то вы, сидящие в засаде ребята из колена Бенгемина, выйдите и схватите каждую себе жену из тех, кто выйдут из шло погулять и ведите к себе землю в Мениамину. Значит, и так и сделали. И когда придут отцы или братья их с вами посмотрим, то мы скажем, без войны же взяли. И, значит, все будет хорошо. И так и взяли, и сделали сыны Бениамина, и взяли жен по числу своем, которые похитили истанцевавших, и пошли и возвратились к себе в надел. Отстроили города и поселились в них. Значит, и морали из этой истории тогда было, не было царя, и каждый вытворял, что хотел. Значит, к чему вся эта история? Значит, мы видим одну интересную вещь, что 15-я ава, не 15-я ава, вот то, что упомянуто, здесь не указана дата, когда. Но, значит, у нас, оказывается, есть некоторое событие, когда, некоторое время, когда вокруг храма, который село, девушки выходили гулять и водить хороводы, да, и как раз было сказано, ловите момент, мы, значит, нетрудно догадаться, что все сказали своим дочерям, кто там жениха ищет, пойдите, поводите хороводы в такой-то день поблизости от храма, и вас, значит, похитят, и будете вы, выйдете замуж в результате. Понятно, что такое похищение, оно как бы, ну, как бы сказать помягче, довольно эффективное. Собственно, это и есть Тубеав, вот то, что здесь описано. Вот гуляние и приобретение невесты. Теперь вот, когда мы сравним смешной, обратите внимание, что вокруг Иерусалима, но дело в том, что некоторые говорят не только вокруг Иерусалима, это проходило аппахи всюду, где-то девушки выходили в хороводы, при этом тексты, которые произносили эти девушки, это и что они говорили, подними глаза и посмотри, что ты себе выбираешь, не гляди на красоту, гляди на семью, понятно, что это говорят девушки из хороших домов, обманчива прелесть, суетна красота, жена, боящаяся Господа прославленная, это, конечно, статы из Мишвей, или воздайте ей по плодам трудов ее, но это оттуда же, это Эшетхайль, конечно же, вот этот текст, Эшетхайль, который там женатые евреи знают наизусть, потому что каждую субботу читают его своим женам, ну, не рассматриваем комментарии, которые приняты к этому месту. Значит, то есть праздник, то есть то, что мы видим, то, что описывает Роман Шамон Бен Гемлиэль, это праздник вот такой специфический народный праздник. Нетрудно догадаться, что вот этот народный праздник он существовал для куда более важных целей и намного раньше. Дело в том, что я напоминаю, что в течение длинного времени до царя Соломона в народе Израиля было обычай, который был, ну, довольно сильный, выходить замуж только внутри своего колена. Дело в том, что при выходе замуж за другое колено всегда существовал риск перехода из земель в другое колено. В результате все опасались довольно простой вещи. Представьте себе, что есть анклав моего колена, а внутри него образуется анклав другого колена. И понятно, что вот эта политика не выходить замуж за другое колено, она хороша для сохранения самобытности каждого колена. Это то, чего сегодня очень любят говорить про самобытность, но при этом проблема в том, что такая политика не позволяет народу объединяться в единое целое, потому что что было? Вот политически в тот момент была некоторая очень простая вещь. Раз там какое-то время в Шило, именно в Шило тогда собирался глава колен, заключали там и обсуждали текущие дела. Колены между собой были связаны скорее военным образом, чем как-то друг другим. Они имели между собой обязательства военной помощи, но не очень это еще не твердо слитые друг в другом вещи. И получилось так, что 12 колен Израиля на момент, когда был храм Шило, объединялись, ну, я бы сказал, политически, беда в том, что это политическое объединение недостаточно для объединения народа. Вот это некоторый важный момент, который надо понимать. Вы можете, знаете, время от времени в истории случались совершенно фантастические государственные образования, например, которые не имели общей границы. Я уж не помню, там, Египет с кем-то объединился в свое время, не имея общей границы, правда, развалилась, но, наверное, самая показательная в этом отношении история, это единое государство Пакистан, которое имело две части, Пакистан и нынешнее Бангладеш, которые не имели общей границы даже. И, в общем, кончилось это, ну, тот, кто там постарше, может быть, помнит тем, что Бангладеш отвалился, потому что, ну, вы не можете договориться об объединении, если не объединяется народ. И, значит, и появилась некоторая вещь, которая оказалась совершенно фундаментальной. Это праздник, который был до того, который всегда был, это праздник сбора винограда. вот Тубе А, это на самом деле большой виноградарский праздник. Вот, чтобы было понятно, Суккот, вот праздник Суккот выпадает, это последнее, предпоследнее, извините, сельскохозяйственное мероприятие в земле Израиля, это сбор фиников. Значит, последнее, дальше только оливки остаются на деревьях. Виноград собирают раньше, виноград собирают в Аве, и к 15 авгу это как раз праздник сбора винограда. При этом понятно, что все, кто хоть раз имели дело с виноградниками, отлично знают, что такое сбор винограда. Сбор винограда это как раз тот самый момент мероприятия, когда нужно много рабочих рук. То есть, виноградник можно выращивать, там рабочие руки нужны вначале для того, чтобы подрезать лозу, и в конце, чтобы собрать все это добро. По этому поводу собирают действительно огромными толпами. То самое приходится всем помогать друг другу, потому что иначе урожай не собрать. И, естественно, как и положено в таких случаях, в конце праздника для всех, кто помог, как бы помощь, она безвозмездная и ненаемная, устраивается праздник и гуляния такие. А так как мероприятие скорее молодежное, чем, ну, давайте какую-нибудь аналогию. Вот вы, я не знаю, там, для тех, кто живет в Израиле, довольно часто кидается клич нет ли желающих поехать на сбор вишни, на сбор клубники, и там толпа народу собирается и отправляет, ну, обычно на Голланд, на Голланд собирать эту самую вишню и клубнику. Вот, на самом деле, это вот такое, и понятно, что так как туда едет молодежь в основном, да, платят на туре, сколько увезете того, что собрали. Вот, то такое, такое же мероприятие, такого же типа мероприятия проходило и при сборе винограда. Поэтому это праздник, собственно, ну, вот, типичный сельский праздник. Но, он возник сам по себе, и в этот день, именно в этот день, было решено отменить все, значит, отменить запрет на межколенные бреки. То есть, на самом деле, вот эти гуляния в шло, они и были нужны, и были использованы, они возникли до этого. Они возникли именно для того, чтобы народ мог жениться. Значит, в результате шло, как раз именно там, вот эта вот история с коленом Бенгемина положила просто начало. Если в начале это просто гуляние в честь, окончание сбора винограда, и старейшие Израиля воспользовались моментом, и предложили колену Бенгемину, чтобы выйти из сложного положения, не нарушить клятву, и в то же время сохранить колено, похищать себе там невест, то именно тогда, через некоторое время, было постановлено, установлено, что в этот день был снят окончательно запрет на браке между коленами. То есть, на самом деле, как раз Тубиав положил начало вот это вот отмена о постановлении межколенных браков, и положило начало объединения народа. На самом деле, это действительно супер важное событие, потому что народ объединяется, на самом деле, именно таким способом, через браки, что там тогда 12 колен Израиля, да, во времена, которые мы описываем, а в наши времена 81 община Израиля, вообще, для тех, кто не знает, 81 община, каждая со своими обычаями, которые желают жить своей внутренней жизнью, и хотелось бы это сварить в один котел. Вы можете долго рассказывать по телевизору о том, как хорошо жить все вместе, и как надо уважать обучи каждого из общин. Но все это будет чистой пропагандой политика. До тех пор, пока это не сольется через браки, я не знаю, но вот у меня, например, это очень в семье хорошо и красиво. У меня одна дочка вышла замуж за имени Абонита, а вторая за Иракса. Ура! Ирак. Выходится за его семья из Ирака. Я сказал ура! Вот. Как раз вот это и есть то самое объединение. Причем я общаюсь с обоими сетьями. Да? И очень приятные ребята оказались. Оказались. Да. Более того, как мне время передают, что Шлома, Шломе, это один из сетьев, который иракский. Говорит, что удивительное дело, но оказывается у этих ашкеназов даже еда обладает каким-то вкусом, потому что они были до сих пор убеждены в том, что ашкеназская еда абсолютно безвкусная. Тут он познакомился. Значит, ну и так далее. То есть, на самом деле, вот это, когда говорят день любви, на самом деле это день единства. Только единство, оно такое не политическое, а куда более глубинное. Вот я хочу обратить внимание, что вот вы можете долго говорить там про политические это самое объединение, но пока нет браков, оно не перешло ни во что более существенное. и здесь безусловно, безусловно, для меня вот для меня эта история вот именно с днем любви, как говорят, любых тут рядом не лежало во всей этой истории. Во всей этой истории лежит действительно очень важная, с моей точки зрения вещь очень важная, это объединение, которое происходит не на уровне трепа политических пройдок, ребята, давайте жить дружно, а это то самое объединение, которое идет снизу. Это тот самый плавильный котел. И Тубе Аф, он, вот то, что рассказал Робан Шимон Бен Гемлиэль, он как раз вот про это. Он именно вот такой объединенный. Более того, я хочу заметить, что когда перечисляются события 15-го Афа, то еще рассказывают еще одну вещь, там еще в это время произошло еще одна очень крупная история. Другая история, тоже связанная с Древним Израилем, а именно история, которая была связана с распадом царств на Иудею и Израиль. Значит, Иудея это Иерусалим и Южнее, а Израиль это вот, ну, приблизительно, давайте так, приблизительно по дороге нынешней Квишни Спарыха, да, по дороге от Тель-Авива к Иерусалиму, вот где-то здесь проходит граница, поднимается до Иерусалима и оттуда идет по дороге на Малая Думим и к Ерихону, вот эта дорога, это как раз приблизительно разделение на два царства, это как раз где-то приблизительно, ну, приблизительно, граница двух царств, иудейского южного и израильского северного. Здесь вот о том, что такое политика и что такое не политика, что такое политика и религия. Ерваам Бен-Вад, царь Израиля, северного царства, у него были по всей видимости мудрые советники, которые сказали действительно важную вещь. Я как раз прекрасно понимаю политически, что произошло. Вот ты отделился от иудеев, но храм находится в иудеи. На самом деле да, формально Иерусалимский храм формально считается не принадлежит ни одному из колен, и Иерусалимский храм экстерриториален. Вот это правило есть такое, оно со временами запамятных, что это именно экстерриториальный анклав, он не принадлежит ни иудеи, ни Бен-Ямину, а находится он где-то на границе иудеи и Бен-Ямина. Значит, и правила экстерриториальности всегда было, но на практике Иерусалимский храм, граница проходит несколько северней, и Иерусалимский храм территориально находится скорее внутри иудеи, а формально после разделения храм столицы иудеи был Иерусалим, и соответственно храм принадлежал иудеи, и Израиль как бы был без храм. Иерусалимский храм понял тяжелую проблему, которая у него возникла, что он, конечно, может объявить политически, что он отделен и не зависит от какой-то дурацкой иудеи, но при этом народ все равно три раза в год, теоретически три раза в год, но раз в год точно Песок все хотят, народ, особенно в приграничных зонах, будет совершать паломничество в храм, и в результате твой народ, который израильский, будет подвержен серьезной иудейской пропаганды, и с этим безобразием что-то надо делать. Тогда возникает чисто политическая идея, оформленная в религиозную, а именно нам тоже нужен храм, говорит Ерваам бен Ват. Ерваам бен Ват. И строит тоже храм, вот теперь у меня некоторые трудности, что он построил технически, но то ли здание, то ли жертвенник, но тогда большой общественный, но упоминается там некоторые детали его, поэтому думаю, что он построил здание именно. Строит храм в Бейт-Эле. Бейт-Эль, чтобы было понятно, Бейт-Эль упоминает Яков, вот место, где спит Яков и говорит, что это врата небес, он произносит слово Бейт-Эль, да, и понятно, что пропагандистские получается, что место храма должно быть Бейт-Эль. Это километров тридцать, насколько я представляю, может быть, меньше немножко, от Йерусалима, Бейт-Эль. Нынешнее, да, нынешнее поселение Бейт-Эль, оно стоит там недалеко, но это не библейский Бейт-Эль, библейский Бейт-Эль не сохранился, и там развалят. Что-то вроде копают, по-моему, без особых интересных результатов пока. Значит, и он строит там храм, этот храм неоднократно упоминается пророками, как образец безобразия. Но, во-первых, значит, первая деталь, которая есть, как вы помните, в Иерусалимском храме главным, единственным скульптурным объектом, который там есть, является херувина. Пара над ковчегом и еще пара, которые стоят рядом с ним. Соломоновой пара хирургии. В Байтельском храме стояла пара быков. Но вот все тексты пророков, которые многократно обсуждают, многократно говорят про это дело, Байтельский храм, никогда не обвиняют этот храм в том, что это идолопоклонство. Они говорят, что это безобразие, что храм существующий в Байтелье незаконный, но никогда ни словом не упоминают, что этот храм является местом поклонения чужим богам. То есть вот это важный момент. Херуван бен Ват строит храм богу Израиля. Он не пытается построить храм какого-то идолища. В отличие, скажем, от Ахава или его Изабель и Изэве, его жены, которые пытаются вести поклонение богам каких-то других народов, этот даже в мыслях такого не строил, потому что у него была проблема не религиозная, а политическая. Он старает, значит, храм Бетели, устраивает там праздники. Более того, он про политику, о том, что такое политика и религия, и именно он проводит еще один номер, и он упомянут прямо у пророков, он разводит календарь. А именно, календарь еврейский можно развести на два без больших проблем, а именно в какой-то момент вести високосный год лишний. И по этому поводу Ерваам в Израиле високосный год добавление лишнего месяца, 13-го месяца. Ерваам действует самым лобовым образом. Он разводит календари так, что праздники в Израиле и в Иудее становятся не совпадающими. Вот это идея разъединения, где для того, чтобы отделиться политически, нужно отделиться религиозно. я не знаю, насколько цинично сейчас звучит то, что я говорю, но это было продел. Более того, он ставит на границе, особенно в пару недель перед праздниками, ставит на границе с Иудеей особую стражу, которая следит за тем, что его народ, израильский народ, не ходил в Иудею на празднике. Вот это как раз процесс разъединения. Кстати, после того, что я сейчас рассказал, наверное, все поняли, почему наши мудрецы так нервно относятся к любым номерам с календарями. И попытка любой секты, а, кстати, секты регулярно пытались протереть возможные номера с календарями и пытались доказать, что их календарь самый правильный и ввести новый календарь, скажем, суд на этой и в древности и позже всегда реагировал очень нервно и очень резко. Потому что попытка ввести любую реформу календаря, не централизованную Верховным судом, это всегда попытка отделиться и, скажем, кумранский календарь, который неоднократно много где упоминается, это, в общем, ясно, что это такое, что это за попытка просто совершить явное безобразие. К тому же, я не знаю, современные ученые, я не знаю, откуда у них растет голова, потому что пытаются доказать, что это какой-то древний календарь кумранский, но он не имеет расхода шалунного и это уже сразу делает все это подозрительным, потому что по мне очевидно из всего Танаха, что начало месяцев были лунными и это очевиднее некуда, и это был отдельный праздничный день со всеми там многими особенностями праздничного дня. И, скажем, ну вот Рош-Ходыш был вообще выходным, например, неоднократно упомянут у пророков, таким, ну, либо полувыходным, но лавки запертые в Рош-Ходыш упоминаются пророками регулярно. Вот. Но вот вся эта проделка как раз это попытка разъединить народ. И вот теперь есть барайта. Значит, барайта это традиция, которая не вошла в мишну. То есть это древний текст, но вот чтобы было понятно, мишна как таковая составлялась из записей намного древней, чем мишна. Это компиляция такая. Это либо чьи-то конспекты древние, а в некоторых случаях, например, в трактате Нагаим можно ткнуть пальцем, еще в нескольких местах можно ткнуть пальцем, что это явно и храмовые вообще записи храмовых законов, то есть они на 150 лет минимум старше мишны эти записи, причем так, огромными блоками скопированы. Так вот, одна из таких записей, они сведены в несколько сборников, такие записи, описывают истории про то, как люди из Израиля во времена Ерваам Бен Бен Вата пробирались в Иерусалимский храм, причем как история, которая там рассказана, там приблизительно так. Когда они хотели принести Бекурим, то есть первые плоды, понятно, первые плоды приносятся в период как раз где-то лета, время приношения первых плодов, как известно, от Шивуота до Хануки. Ну, Ханука во времена Ерваам Бен Вата еще не существовало, но Ханука замечательна тем, что это конец сбора оливок. То есть первые плоды приносятся от, я не знаю, что там первое у нас плодоносит, но первый инжир появляется на самом деле где-то в районе Шивуота. Значит, и до почти до зимы, когда собирают последние лютки. Значит, и они, значит, когда хотели принести первые плоды, они, значит, собирали их в корзину большую, прикрывали всяким разным, и когда проходили мимо стражи, и стражи со стороны Израиля, стражи, которые не допустят их, стражи, что несете, они говорили, что вот мы несем инжир, чтобы спрессовать его там. Ну, инжир все покупали, да, и могли заметить, что вообще-то инжир для хранения прессуется. И скажем, это настолько, вот, опять, для нас инжир это баловство такое, а когда-то инжир это очень важная вещь. В хозяйстве это такой сахар, и там существовали специальные инструменты, были, кстати, стандарты, какими должны быть спрессованы, каких размеров должны быть колеса, которые спрессованы. Они говорили, что вот мы идем туда-то под пресс инжир пихнуть и проходить к этому способу. Значит, или там подобная история с пронесением дров, сейчас отдельная история. Значит, и как раз вот эта история искусственного разделения, целиком завязанная именно на религию, она как раз по традиции отменена была эта стража между Израилем и Иудеем, то есть восстановление отношений, хотя не на уровне политическом, но на уровне народа, она произошла в Тубе, а были отменены вот эти посты, и произошло по крайней мере политическое объединение Израиля и Иудея, и считается, что это тоже произошло, считается, так вот предоставит Медреж, произошло именно в Тубеав, то есть это еще раз, вот то, что я пытаюсь сейчас сказать, что Тубеав это праздник единства на самом глубоком уровне. Как это ни странно, Тубеав 15 ава был и в храме, но в весьма специфическом виде как праздник одной из семей коэнов. Извините, коэнов. Он упоминается в Магелла Таанит. Магелла Таанит это список Магелла Таанит дословно свиток постов. Пусть вас не смущает название, потому что смысл этого свитка ровно обратно. Это дни, когда поститься нельзя как раз. То есть там приведены праздничные и полупраздничные даты, где указано, что в эти дни нельзя поститься. Свиток на самом деле очень короткий, в печатном виде где-то полстраницы. Но вообще, когда говорят слово Магелла Таанит, то имеют в виду постановление, которое запрещает поститься в эти дни. Магелла Таанит бутла, когда говорится, что она отменена, есть отдельное утверждение, что даты, которые там приведены, отменены и не празднуются, то есть нет обязанности их отмечать, там много интересных всяких дат приведено, но все эти даты в основном связаны так или иначе с эпохой Хашманаев. То есть это государственные праздники периода Хашманийского династии, например, отдельной датой там ставится день освящения храма Ирода, который потом был объявлен вообще постом, потому что это день рождения Ирода, Ирода Великого, а мудрецы его терпеть не могли. Ну и там еще много дат. 15-е, а вот там упоминается как дата, что семья такая-то Коэнов в этот день не постится, потому что это день приношения дров. Вот буквально. Имеется в виду следующее, что в книге Нехемии вот сегодня опять мало кто может быть помнит такие вещи, ну кроме тех, кто учил историю общин. Но, например, во всех еврейских общинах была вещь, которая называлась свечной сбор. То есть деньги, которые собирали на освящение синагоги или на освящение бейт-мидраша. Освящение это свечи или масло, что-то в этом духе. 19-й век, наверное, в какой-то момент даже керосин. И право, скажем, регулярно жертвовать в синагогу свечи или масла, оно разыгрывалось аукционом. Для тех, ушел, алейхам, это есть, но это много у кого есть, и это много кем зафиксировано, что право пожертвовать что-то синагогу регулярно вообще-то разыгрывалось с аукционом, и проводился такой аукцион иногда в Йом-Кипур даже, иногда перед, ну, где-то там в районе Роша-Шана Йом-Кипур проводился аукцион, кто желает там пожертвовать синагоги свечи, отопления, ну, там много чего нужно иногда для синагоги, и желающий совершить это пожертвование должен был принять участие в аукционе и выиграть еще это право. Так вот, в храме таким предметом вот такого рода было не освящение, как это ни странно, а это были дрова. Вы сами понимаете, что жертвенник требует много дров. Значит, и, например, закон трактата Шткалием, человек, который говорит, на мне дрова, обязуется принести два полена. Два полена, чтобы было понятно, в древнем Израиле, то есть храме, полена для храма, это локоть в толщину 40 сантиметров, да, почти 50, на самом деле, то есть толстая, и не меньше локтя в длину, то есть полена, это полен, вот два таких полена, человек обязался, причем есть требования к качеству этих полен, например, они должны быть червивыми, были специальные коины, которые не годились для службы, но одна из работ для таких коинов была проверка дров для жертвенника, чтобы дрова были кондиционные, в свое время четыре священнических рода во времена Нехемии, то есть когда было довольно бедно, взялись поставлять дрова в храм, это прямо по тексту книги Нехемии, четыре этих рода в книге Нехемии не упомянуты поименно, но эти имена сохранились четырех этих родов и они приведены в кучу источников, в том числе и в Мишне, то есть в самой Мишне Таани. Значит, там всюду говорится, что из какого колена это самое, но это не колено и там в основном и например, 15 ава дрова приносит семья Зату из колена Ягуды. Значит, семья Зату, она вроде бы вообще коэн. Значит, эти семьи, которые получили право приношения дров, означают это довольно интересная вещь. Вот я не могу не процитировать эту замечательную историю, значит, они получили право очень важное. Дрова поставляют всех. Значит, ну, давайте. Когда во времена Нехеми, Эзра и Нехеми, из Галута пришли люди, то они не нашли дрова для, не нашли дров в храмовой сокровищнице, ну, хранилище. Стали ребята из рода Зута, Баньяхуда, и обещали давать, отдавать дрова гипнодепу, пожертвовать дрова на храм, и при этом они передали их общине и принесли эти дрова как курбан цебух. Вот я прошу обратить внимание, что в храме куча вещей нельзя, значит, вот даже одежда священников должна принадлежать общине. По этому поводу, например, вот матери Коэнов регулярно и Левитов тоже в но с Левитами чуть-чуть по-другому, но вот с Коэнами. А рубаху Кутон это Хитон Коэнский делали матери Коэном, но при этом, как прежде, чем явиться в храм, происходило посвящение объявлению, что эта рубаха принадлежит общине, что она от имени всего народа, она не частная. Так вот, с дровами точно то же самое. Семейство в Бен-Зату объявило, что это общественная вещь. Но вы представляете, какое было пожертвование, что было принято решение, что они имеют право жертвовать дрова на храм в любой день, если, значит, вот теперь так, когда речь, вот что такое дрова для жертвований, чтобы было понятно. В утренней процессе жертвы томит, когда несут постоянную жертву, несут там части жертвы, ну, ежедневное от общества, несут вино и масло для этой жертвы и несут пару дров, пару поленьев для поленеца. То есть, это, эти поленья, это, они имеют значение, они как бы от имени всей общины приносится. разыгрывается, но понятно, что куча этих полей не анонимны, а более-менее известно, где чье. Так вот, обычно, какое полено возьмут, разыгрывается жребием. В храме куча вещей разыгрывали жребием, например, перед священником разыгрывали жребием, кто принимает участие в процессе, кто зажигает минору. А вот, например, благовоние воскурять, для воскурения благовоний разыгрывается жребием, кто сегодня будет это делать, но разыгрывается это только среди тех, кто еще ни разу этого не делал, потому что это хотели все. Ну, кроме первосвященника, который всегда имеет право на все. Значит, по этому поводу вот дрова тоже разыгрывались, вот обратите внимание, дрова, чьи дрова, чьи полей сегодня возьмут и понесут жертвеннику, тоже разыгрывались по жребию. Но есть несколько дат в календаре, при котором без всякого жребия дрова для жертвенника берут из тех, кто пожертвовали перечисленные в Мишне рода. Значит, таких родов у нас девять, и в эти дни, то есть, вот семейство Зату из календаря и гуды, по-моему, все-таки они коины, имеет право, имеет право день в году, когда дрова всегда приносятся их. Вот такая вот, вот такая вот, вот такая заслуга. Вот в Магеллата Анит сказано, что семья Зату в этот день никогда не постится. И коины, имеющие отношение к этой семье, то есть, находящиеся на этой территории, тоже никогда в этот день не постятся. По этому поводу, вот, как бы, я хочу заметить, Магеллата Анит Хашманейская, а заслуга, за которую они получили это право, оно со времен Нехэми. Вот это право, что раз в году есть дата, когда поленья будут моими, а именно 15-го ава, это заслуга, которая, ну, как выражаются наши мудрецы, Зехартов над рот, добрая память на все поколения, и 15-е ава, это такое добрая память на все поколения для рода Бензату. значит, что такое Бензату, слегка, что такое Бензату, я что-то пропустил. Это название рода, имя рода. Окей. Слушайте, дело в том, что перед названием рода слово Бен, перед названием, перед именем регулярно не означает сын, это всегда надо разбираться, например, если вы встречаете иногда Бенганзу или Беннапха, то это совершенно не значит, что папу звали Напаха, извините, правильное произношение. Напаха, значит, Напаха это кузнец вообще-то, но это не значит, что папа был кузнецом, кузнецом был за три поколения до него предок, который получил это посвящие. Но когда говорят Беннапаха, то имеется в виду не сын кузнеца, а кузнецов приблизительно, давайте вот так вот, да, это один из мудрецов Талмуда, он Напаха, но, Шимонтонна Паха, Йогуда Напаха, Йогуда Напаха, но, или Беннапаха, Йогуда Беннапаха, но это не папу его так звали, Бенн, это в данном случае указание принадлежности к роду, и не более того. Бензату это указание на звание рода в данном случае. И этот род, вот его заслуга, то, чему они получили современные хемии, когда в трудный момент пожертвовали дрова, я подчеркиваю, дрова первосортная абсолютно, на жертвенник, как раз Тубишва, это для них такой вот семейный праздник, праздник на уровне, когда запрещено поститься, праздник признания заслуг прошлого, которые стоят на весь род на будущее. Вот, и мне показалось, что это заслуживает упоминания сегодняшний день о том, что есть неприходящие заслуги, которые за совершенный один раз. Да? Вот так. Вот, это то, чего мне хотелось рассказать сегодня про Тубишват. О, Тубиав, извините, конечно же, автоматически. Потрясно. По-моему, было потрясно. Почему этот праздник так прижился в современном Израиле? Я могу сказать. Праздник приживется в современном Израиле в одном случае. И я настаиваю. Вы меня извините за мой цинизм. Но праздники приживаются, когда продавцам есть того дохода. Вот почему во всем мире есть день Святого Валентина? Да? Потому что продавцы сердечек и открыточек. Да? С этого имеют довольно много. Я вот всегда утверждал, что первая Элува надо объявить, как написано в Мишне Роша-Шана. Это Роша-Шана Ле Бхейма, да? Новый год скота. Первая Элува. Да-да. Нужно всячески пропагандировать, объявить, что это Новый год животных. Да? А, вот давайте Тубишват. Вот Тубишват, вот я всегда привожу этот пример, чтобы было ясно, как устроена вот знаменитость праздника. Тубишват, наши мудрецы шарили по календарю старательно и искали день, когда никаких фруктов нету. Им нужен был день, когда фруктов нового урожая, на деревьях ничего нету. И это и есть Новый год фруктов. Тубишват. По этому поводу установившийся обычай, что в этот день надо есть фрукты, это просто песня. Это просто против шерсти идеи, почему Тубишват. Ну, это где-то середина февраля. Какие фрукты в земле Израиля? Ну, кроме сушеных. По этому поводу я хочу заметить, наши мудрецы шарили по всему календарю и нашли такую дату. В эту дату на деревьях может быть только один фрукт в земле Израиля. Это всевозможные цитрусовые. Да, ну, в те времена это, значит, это трог, да. Тем не менее, сегодня читаю с большим удовольствием про то, как в этот день надо съесть 30 фруктов, которыми славится земля Израиля, например, папайю. О, папайя, которой славится земля Израиля. да, да, и понятно, что продавцы сухофруктов этот день не дадут пройти во всех поколениях будет, потому что это их день. Это день продаж. Извините за цинизм. Значит, точно так же, если первое имуло объявить днем, ну, не скота, от животных домашних любимцев и убеждать население в том, что в этот день нужно вашей киске купить замечательный ошейник со стразами и ваша собачка должна ходить с розовым бантиком специально к этому днюю поднесенному, ну, хотя бы косточку купите собачке на праздник, да, а киске рыбку. Да? То этот праздник может закрепиться в народе довольно хорошо. На самом деле, если серьезно, я же повторяю, этот праздник возник, он народный, он возник когда-то как виноградарский праздник. Сегодня устраивать гуляние, молодежное гуляние на эту тему, ну, это правильно. Он таким был с самого начала, Тубиан. Он таким возник еще во времена Шило. Он именно такой, он не религиозный, я бы сказал, что он не религиозный, если там разделять светское и религиозное, а он народный. Он таким и должен быть. Он никаким другим быть не должен. Поэтому народ должен его любить. Действительно, молодежное гуляние, это не для стариков праздник, это праздник для молодежи, для народных гуляний, именно по садам, для пикников. Это день пикника такой национальный должен быть по форме. Я просто не представляю, как этот день может выглядеть по-другому. И по мне так очевидно, это такой день пикника на природу, ну, не во время карантина будут упомянуты, но будем надеяться. поэтому я так считаю, что это правильно, это единственная правильная форма его отмечания. Окей? Да, вполне. Но я бы все-таки, не знаю, посмел бы сказать, что такое превозношение в Израиле все-таки связано не с коммерцией, которая связана с известным участием евреев, а она связана с общим миротворческим настроением, эмош по раву куку, стремление к любви, к миру, обвинения, охватки нам. С другой стороны, можно сказать, я помню, Рафшерке такую фразу сказал, что гораздо больше людей едят шашлык в Йоматсмаут, чем те, которые постятся в Тихжабе. Так что очень понятно. Я про то же. Я говорю, что на самом деле «Тубиав», его достоинство в том, что это очень народное мероприятие. И оно таким должно быть. Сто процентов. Окей. Ну, будем надеяться, что мы увидим, когда девицы выходят в виноградники и пляшут. Вот. А молодые ребята, они как бы используются в качестве такой... Я хочу заметить. Идея равенства перед браком в «Тубиав» совершенно современная, которая во времена Оны, как она описана в Мишне, где девушки должны были выходить в одолженных платьях. И причем упоминается, чтобы не стеснялись те, у кого нет. То есть девушки выходили в чужих платьях. Я вас уверяю, что это был обычай, что девушка, которая пришла в своем, она была неправильная девушка. Любая девушка знала, что прийти надо в чужом платье. Это такая идея равенства на куда более высоком уровне, чем все разговоры политиков про равенство. Да. Просто ныряем в глубину народа. Это равенство, да? Окей. Господа и дама. У нас есть одна дама. Кто-то хочет что-то сказать про День любви, вообще говоря, тема близких. Это интересно. Та дама, которая меня уговаривала сегодня рассказать про День любви, она-то и не пришла. Но она побежала плясать в винограднике, по-видимому. Ну, правильно. Частично она была. Зачем разговаривать про День любви, когда ему можно отметить в винограднике? Вообще-то, да. Вообще, чего говорить? Дело надо делать. Чего говорить? Праздновать надо. Да, окей. Господа и дамы, еще есть вопросы, либо мы закрываем заседание. Ну, не знаю, народ, по-моему, либо он заснул, либо он ошеломлен просто. Я думаю, что ошеломлен. Тов. Ну, хорошо. Поскольку пауза была, меня все время обвиняют, что я не делаю паузы после вопроса, чтобы народ мог ответить. Делаю паузу. Считаю до трех. Раз, два, три. Окей. Александр Гамбук, было завершено. В следующий раз и обычное. Я обычный. Я подготовил обычную лекцию, но в следующий раз я ее принесу. Окей. Да, мы вернемся к ивриту. Это потрясающая тема. Я надеюсь. Да, да, да. Пожалуйста, сейчас иврит. В следующий раз иврит. У меня все готово было, просто мне сказали, что... Это Таня нас удала. Да, я ее дипломатично промолчал. Она меня спросила, можно ли про тубиав. Ну, я про себя считал тубиав тубиавом, но вообще иврит вроде ивритом. Я промолчал, но она Мейра где-то откопала. Она его откопала по своим каналам. Окей, ну мы за это получили потрясающую лекцию про тубиав, а в следующий раз с Божьей помощью вернемся к иврит. Хорошо? Окей. Окей. Спасибо ему, Мейра. До свидания. Пока, пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok